Улица Веселая Мне на дачу надо, воду дают Воду дают, нам шоу дали, воду Ну и что мы делать будем на этом шоу? Ну как что, Клав, ну то, что лучше всего умем, то и будем делать, Клав Отличное шоу получится, ты оладьи жаришь, я помидоры подвязываю, да? Ты что, ненормальный что ли, помидоры? Шоу юмористическое А, что молчишь тогда юмористическое, я юмор-то люблю, пошли смотреть Куды смотреть? Пошли смотреть, тут на нас смотреть-то будут А, терапевт придёт? Да какой терапевт, никто не придёт Терапевт не придёт? Нет, не придёт, Клав Я тогда на дачу Ну как о даче? Ты подумай головой-то сначала Из всех российских пенсионеров собственные шоу Только мы с тобой имем и Познер И я что-то сомневаюсь, что сейчас Познер со шлангом на даче стоит И грядки Блин, не, ну я не знаю, может у Познера, значит, вода целые сутки бежит А у меня только вечером дают Уймись, пожалуйста, программу уже начинать надо Да как начинать? Ты погляди, у меня рассада сколько, а? Помидорчики, огурчики, чесночок Это же всё сажать надо, Монтик Да что же у тебя за сталинский синдром-то? Сажать и сажать Я вообще не понимаю, зачем тебе эта дача нужна? Здравствуйте, приехали, а где я около костра-то посижу? Где я жучков-то половлю? Где я ягодку-то прям с куста сниму да в ротик Ой, вкусняшка Во втором веке до нашей эры, австралопитечка Чё, ругаешься, что ли? Ругаешься, не могу вообще понять, ты когда её забудешь, эту дачу? Мать, ты чё, эту историю не знаешь, что ли? Ну не знаешь, я ничего не знаю Я думал, ты знаешь А что ж ты не рассказал? Слушай, слушай внимательно Это я опять пришла вождение не сдавать Матрёна Ивановна, ни за что Я больше ничего у вас принимать не буду Почему? Потому что я не бессмертный Вы мне уже восемь раз сдавали И каждый раз это заканчивалось больницей Девятый раз уже ничего не получится Я не кот Ну в прошлый раз прогресс-то был Вон аж 500 метров проехали Ну да, да 100 метров на ручнике И 400 метров на крыше по инерции, да? Матрёна Ивановна, я вам честно скажу Я не хочу раньше вас к создателю И памятник один не хочу На котором будет написано Сдавали долго и счастливо И умерли в один день Ну хорошо Давай я не с тобой Давай я с тем гаишником Буду по городу только кататься С каким гаишником? Ну вот этот ваш, седенький С глазами-то на выкате А давайте уточним, Матрёна Ивановна Почему у него глаза-то на выкате, а? Если ему всего 32 года И до встречи с вами У него всё нормально было Не получится у вас с ним поездить Такая ситуация интересная Впервые в жизни Взятки дали не гаишнику А гаишник дал взятку Чтоб с вами не ездить Вам не стыдно? Вы же все машины у нас вон в автошколе раздолбали Так я когда на права-то сдам Новую машину куплю себе Бабушка, ну какую вы машину-то купите С вашей пенсией, ну Ей-богу А ты мои деньги-то не считай Ты свои считай Матрёна Ивановна, я с вами Ни за какие деньги Ездить не буду А чё ты так нервничаешь-то? У тебя этот прикуриватель есть? А вы что, курите, что ли? Нет Мне кардиостимулятор зарядить Вот поэтому Вот поэтому и нервничаю Вы же на дороге совершенно не ориентируетесь Вы на знаки совершенно не смотрите Интересно То на дорогу гляди, то на знаки У меня чайнее десять, глаз-то два А фурыч более-менее вообще один Да я не об этом Матрёна Ивановна, ну не об этом Ну вы же значение знаков не понимаете совершенно А чё там понимать-то? Чё нарисовано, то и означает А, так, да? Ну да Не, ну если всё просто так Давайте попробуем Вот это что означает? Давайте пробежимся Ну это понятно, это внуки Почему внуки-то? Это дети Ну кому дети, кому внуки? Ну хорошо, хорошо Вот вы видите этот знак Что этот знак означает? Вот он означает лето Да почему лето-то? Ну потому что внуков-то я только летом вижу Ну неправильно, Матрёна Ивановна Давайте попроще Вот этот вот кирпич Что означает? Ведутся строительные работы Да неправильно Это кирпич означает Проезд запрещён Ну конечно, если строительные работы-то ведутся Конечно проезд запрещён Логично Всё, я понял Матрёна Ивановна, давайте ещё проще Ну это понятно, это бутылка Бабушка, ну хорошо Если это бутылка, то тогда вот это что? Чекушка Да почему чекушка-то? Ну пол бутылки, потом муж-то У вас своя логика, что ли, какая-то? Я не понимаю Прекратите вязать Сосредоточьтесь давайте, пожалуйста Я согласен с вами Вы извините, пожалуйста Вы тоже меня извините Я сорвал, Сматрёна Ивановна Вы успокойтесь Я всё сейчас дам вам правильно, скажу Пожалуйста Хорошо, смотрите на экран Смотрю, пожалуйста Вот это что такое? Это пенсия Ну, вот лично я не понимаю Почему это пенсия-то? Ну потому что 8 тысяч Вот это должны же вы знать Ну красный крест Да, да, знать должна Это больница Ну вот, видите Вы же собрались сейчас Ага Почти что Давайте вот это вот Красный крест с кроватью Что это? Это платная больница Хорошо Допустим Дальше идём Вот этот знак что означает? Аааа Сейчас Зигзаг А это тогда что? Заг-зиг Ну дальше Уууу Это я по помидорам запомнила Зелёные нельзя Жёлтые погодите маленько Красные надо рвать Сматрёна Ивановна Всё наоборот, понимаете? Вы, блядь Я уже смеюсь Я не знаю на чем, понимаете Над собой или на чем Я смеюсь Ничего Продолжаем знаки Мне нравится так Вот это всё наоборот, понимаете? Сосредоточьтесь Что это такое? Это Это значит первого не будет Почему? Ну ложки же нету Вы же видите Ну Это что? Вот это вы должны знать У меня два варианта Это не лепс Тогда один Неправильный этот вариант Уже сразу вы думаете Пробежимся просто по знакам Хорошо Буратино Грустный Буратино Есть алый Буратино Помер Буратино Осторожно, хоровод Рядом Беларусь Сериал Кармелита Да почему? Почему Кармелита-то? Да потому что 20 минут восьмого Матрёна Ивановна Это неправильно Понимаете вы? Вы ни одного знака нормально Правильно не сказали Ну а что я должна выбирать-то? Ты мне все сразу Скопы покажи Я выберу Хорошо, пожалуйста Давайте по другой По другой схеме Пожалуйста Вот, другое дело Давайте Давайте Раз так легче Человек Велосипед Машина Давай правым глазом Подождите Какой правый? Я что у вас? Матрёна, я что Окулис что ли? Или что мне вот это? Матрёна, инструктор Покажите мне просто Перегон скота Перегон скота? Хорошо Вот он Ну почему это-то Перегон скота? Ну а за кем ты думаешь Он убирает-то? Сядьте сюда Хорошо Самое простое Покажите мне Железнодорожный переезд Чего? Я говорю поезд Покажите мне Покажите поезд Пожалуйста Хорошо Ну не надо так Матрёна Ивановна Ну что же вы издеваетесь-то? Ну что вы делаете-то? Я не пойму, а? Я хотел наглядно Так что вы так делаете-то? Я не знаю Витю Гаешника Навели Меня Я вон уже заявление Об уходе Написал Объяснительное написал Ваш фотопортрет Составил Я уберу потом Ничего Чего вы ко мне ходите? Вылети из себя Вылети Что? Вы же не с моего района вообще Я вам что здесь? Да, я с мнемником Или что такое? Зачем вам вообще эта машина? Ау, миленькая моя Интересно Ты представляешь Я права-то получу Стану на перекрёстке Окно открою Руку наружу Раз так высуну Стасика Михайлова Раз так на всю катушечку Сижу кайфую А как же вы поедете? А кто сказал Что я ехать собираюсь? Нет Так чисто стоять Кайфовать Я не понимаю Тогда зачем вам права-то? Да ты понимаешь Что? Хочется на старше лет Какого-то экстрима Ну каких-то острых ощущений А острых ощущений Вам захотелось? Матюрия Ивановна Я вам посоветую Вы прыгнете с парашютом Затяжным Без парашюта Или знаете В кругосветку идите С конюховым Познакомьтесь Бороду отрастите Мне кажется Вам борода пойдет Во! 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 Давайте нырните куда-нибудь Я не знаю Проплывите С палатками в горы Мир посмотрите Европу посмотрите Не сынок Спасибо Я с парашютом Уже в сорок третьем Прыгала Тогда в принципе Европу посмотрела Хотя ты прав Не буду я машин сдавать На мотоцикл буду Где тут у вас На Харлеях Обучают Клавка Я вообще не знаю Зачем тебе эта дача нужна? Продала бы вон Да все Никогда Никогда дачу не продам Продай Продай Деньги выручишь хорошие Купишь что-нибудь себе О чем может мечтала? Ну точно Продам дачу И куплю себе Участок О господи Представляешь Мать Будет у меня Собственный Полицейский Участок Идиот Судурочка Все прикалывался Мать Никогда дачу свою Не продам Потому что я люблю Трудиться Потому что труд Сделал Из обезьяны Человека А вот тут согласна С тобой Кстати А низкооплачиваемый труд Может сделать наоборот Ой вот с гориллой Давай сфотографируйте Слушай Давай точно Фотографируйте нас пожалуйста Собезьян Ой спасибо огромное Вот ну чтобы видно было Давайте Ой спасибо вам огромное Скажите А гориллу из Африки привезли Из Монголии Счастечко Здоровечко Вам молодец Это монгольская Понимаешь горилла Здравия желаю Лейтенант Селезнев Местный участковый Скажите У вас Горилла Из зоопарка Не сбегала? Нет У нас по документам Одна горилла А что случилось? Одна Вот случилось Поступило заявление Бегает горилла по району Уже два джипа перевернуло Ты смотри Да Ну нет Наш аж на месте Видите Да вижу 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 Мальчик Девочка Так это Девочка Ага Ага Девочка Девочка Ну хорошо Послушайте Сфотографируйте меня А давайте Ага С гориллой Ага давайте Для жены на память Сюда нажимай Да да Ага Давайте Готово Ага Ну все Хорошо Будет какая информация Сразу сообщите Хорошо Потому что дело серьезное Да Ворились в могила Чего? Счастечко Здоровичко Я говорю Вот это Ага Ну все Слышь Петрович Запалят нас Одним местом Чую запалят Да не запалят Да запалят Да не запалят Вон этот Лейтенант Селезнев же Не запалил Значит никто Не запалит Ты понимаешь Что будет Михалыч Если узнать Что мы В зоопарке Гориллу профукали Ну че Это ж волчий билет А почему я горилла Петрович Михалыч Извини Кто гориллу профукал Тот и горилла Я вообще не понимаю Как ты ее Проворонить умудрился Да обманула она меня Бананом поманила Михалыч И после этого Ты спрашиваешь Почему ты горилла И долго мне гориллой быть Не знаю По коту не найдут Слышь Петрович Ты тогда жене моей Лене позвони Опа Да Пускай с мальчиками В зоопарк придет На выходные Я хоть на детишках Полежу Ладно Ладно Бананы взять Тьфу гадина Ладно Михалыч Я бы на твоем месте Вообще радовался У тебя считай Однушка в центре Москвы Да еще Кормят каждый день Бесплатно А давай меняться А Петрович Давай Пожалуйста Давай Ты в клетку А я На свободу Михалыч Вот я тебя Сейчас слушаю Да И у меня такое ощущение Что у вас сгорело И вот точно Такой же диалог Произошел Тьфу гадина ты Атас Директор идет Здорово Петрович Здравствуйте А где второго Сторожа черти носит А где-то здесь Ромче говорите Он и услышит это Короче ладно Хорошая новость у меня Хорошие говорю Новости Машка Тебе сегодня Самца привезут Опа Из другого Зоопарка Радуйся Ты смотри Ты смотри Как волнуется А Животное Все понимает Так Все таки Пять лет Самца не было А Да может это Не получится Сегодня еще Ничего Как это не получится Его ж там Его ж там 7 лет Томили Ты смотри Это Недельку Может подержать Еще этого Самца Да вы что С ума сошли Мы что Звери что ли У него В глазах Написано Что вы делаете Ты смотри Будьте людьми Дайте мне Не знаю Я не знаю Не знаю Ну скажи там Что нибудь Типа Голова болит Или Устала Устал Я понял Прикалываешься Сейчас Да Слышишь Петрович Давай-ка Сознаваться Что мы гориллу Профукали Давай Михалыч А смысл Ты знаешь Что с нами сделают Когда узнают Что мы гориллу Профукали Ну что Я тебе скажу Вот то же самое Только без костюма Ладно Посиди Сейчас я приду А ты куда Ну самца Скоро привезут Пойду Фотоаппарат Заряжу Суга Дина Я серьезно сейчас говорю Открой клетку Я сказал Пошел Я говорю Открыл клетку Давай я выбегу Вон сейчас в метро Прыгну и все Уеду сразу Ты что дурак что ли Михалыч В метро Орила в метро поедет Да мне только До выгена Добраться Я там встал Пойдусь Смешайся Все Поздно Михалыч Ведут нашего самца Капец Он здоровый Слышишь Михалыч Михалыч Он с цветами Слышишь Ты 50 оттенков серого глядел Не не глядел А побег из Шаушенко Шучу я шучу Вон директор идет Ну ты что здесь стоишь Петрович Иди встречай Горелу Да варились Ну все Машка Вот и закончилось Твое Одиночество А то пять лет Все Одна Тебя охраняли Такие идиоты Ой ведут Ведут Красавец Для тебя Старался Машка Ну все Оставляю вас Одних Совет вам Да любовь Любите друг друга Машка Ухожу 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 Товарищ Горилла Не надо Пожалуйста У меня семья У меня дети Они не поймут Да я тоже не пойму Будьте человеком Товарищ Горилла Мы поможем Мы поможем вам Решить все ваши проблемы У меня есть телефоны Товарищ Горилла Не надо Товарищ Горилла Товарищ Горилла Не надо Товарищ Горилла Да Михалыч Это я Петрович! Петрович, голова! О, Петрович, красавчик! Ну чё ж, вот. А где та горилла-то? Опа. А я об этом как-то не подумал. У-у-у! Зато теперь никто никому ничего не скажет. Могила! А-а-а! Чего? Заколола, что ли, опять где? Не, мать, что-то скучно мне. Автобуса всё нет и нет. Ну давай в города поиграм. Ну сейчас буду я в города играть со своим склерозом-то. О, точно! Клавка, давай в болезни поиграм. В болезни? Давай. Ревматизм. Мне на «мэ». Моразм. Мёс. Склероз. Склероз. Мне на «зэ». Зуд. Дисбактериоз. Склероз. Склероз. Мне на «зэ». Золотуха. Анемия. Аневризма. Абсцесс. Будь здорова. Абсцесс – это болезнь такая. Да ну понял я, что болезнь. Он расчекался-то здесь. Мне, знаешь, на «сэ». Склероз. Склероз был. А, склероз был. Тогда склероз. Склероз? Ага. Склероза не было. Ладно мне на «зэ». Зайцы и губа. Свиное рыло. Мы чего, на обзывалки, что ли, перешли? При чем тут обзывалки-то? Свиное рыло. Болезнь такая. Я ещё знаю, знаешь, что? Пирсинг. Ай, что за болезнь? А что ты? Думаешь, здоровый человек себе будет, что ли, в нос? А давай кольцо вставлять-то. Ну нет, конечно. Ну конечно. Ладно. Тогда депрессия. Депрессия. А это не болезнь. Расстроил ты меня, Клав. Ой. Ну тогда опять ничья. Давай по старинке. Давай по старинке. Камень, ножницы, давление. У меня девяносто. Девяносто пять. Я выиграла. Чёрт. Ой, Клавка, мы с тобой пока играли, столько болезней перечислили. Это как слышно, как в травмпункте. Не, мать, в травмпункте не так. В травмпункте совсем по-другому. Особенно на майские праздники. Ай. Хе-хе. Ну что, господин студент, поздравляю, поздравляю, поздравляю. Практика на майские праздники, это, знаете, о, это вам просто повезло. Все виды травм за одну смену увидите, посмотрите. У нас в травмпункте, как говорится, как в армии. Призыв два раза в год, в январе да в мае. Так что добро пожаловать в царство мангалоидов, шампурян, а также людей, которым будет что рассказать на работе. Правда, недельки через две. Ну, а кому и через четыре. Да, Алексей? А вы? Ну, а что же вы, голубчик, ротвейлера-то своего передразнивали? Давайте на перевязку, голубчик, на перевязку. Боже мой, как жалко человека. Так, что тут у нас? Наш постоянный клиент, Василий Семенович, каждый год в мае к нам, каждый год. Ну, как к нам. Сначала на дачку. На дачке, в баньку. В баньке на раскаленные камни. Ну, а потом уж к нам. Василий Семенович, голубчик, ну что же вы стоите-то? Присаживайтесь. Да шучу я, шучу. На перевязку, мой друг, на перевязку. Будьте добры, пройдите, пожалуйста. Кстати, кстати, мой дорогой. Очень интересный клиент. Любит, чтоб все по фэншую было. Смотрите. Ой, полянка-то у речки освободилась, а она получше будет, да? Да. Надо мангальчик-то перенести. А ручки-то не железные. А мангальчик-то железный, раскаленный, да? Да. На перевязку, мой дорогой, вставайте в очередь за тем, кто без штанов. Так, что тут у нас? Боже мой, боже мой, что же, голубчик, с вашей травмой-то без очереди надо? Нет, я без очереди больше не пойду. Я вообще со сломанным пальцем пришел. А вот это без очереди попытался. Так, с пальцем в рентген-кабинет, с шампуром в ординаторскую, пока не остыло. Кстати, буквально в прошлом сентябре забавнейший случай произошел. Привезли мужчину с синдромом Винни-Пуха. Это как, пчелы покусали? Да нет, что вы. Лучший друг из травмата шмальнул. Доктор, а с ним что? Наш врач ночной смены, Сергей Борисович. Сергей Борисович, голубчик. Сергей Борисович! Я здесь, я там, я всегда. Сергей Борисович, зачитайте, пожалуйста, студенту статистику по ночным героям, шампура и мангала. Будьте добры. Ага, так, так, значит, сегодня, сегодня поступило. Не жалей розжига, сейчас раздую. Три человека. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Тарзанка! Пять человек. Сейчас прикол покажу. 83 человека. Сегодня больше. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай в мушкетеров поиграем. Три человека. Символично. Согласен. Да я дрова с трёх лет рублю. Восемь с половиной человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот ещё рентген руки. Забавно. Человек смартфон в унитаз уронил. АПЛОДИСМЕНТЫ Футуристично. Голубчик, а не показать ли вам нашему студенту новое оборудование? Так оно не работает. Так покажите старое, мой дорогой. АПЛОДИСМЕНТЫ С удовольствием, коллега. За мной, студент. АПЛОДИСМЕНТЫ Доктор, 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 выручайте. Что такое? Выручайте, никак не можем диагноз поставить. Что такое? Ну его язык распух, он что-то показывает, мы ничего не понимаем. Ну так заводите, голубушка, заводите. Конечно, конечно, ну пойдёмте. Что это? Так, успокойтесь, вы видите, что... Да поглядите, поглядите. Голубчик, голубчик. Да поглядите. Я вас спрашиваю, я вас спрашиваю, голубчик. Ну вот. Боже мой. Интересно. Что? Подождите, ещё раз покажите, пожалуйста. Так понятно, у него полюса нет. Ну что же. Давайте записывайте, сейчас всё начнём сначала, разберёмся. Итак, фамилия ваша? Птицын. Лебедев. Уткин. Ну хорошо. Синицын. Ну давайте ваши инициалы. И А запишите. Место рождения, голубчик. Ленинград. Владимир. Хорошо, хорошо. Ульяновск. Смотрю, смотрю, смотрю. Ну что, что? Ленин. Кузнец. Ленин с Кузнецкой. Запишите место. Не торопимся, голубчик. Не торопимся. Продолжаем. Ну и где вы были? Маленькая машинка. Ака. А, вы были на реке Оке. На реке Оке. Это... А почему там? Лагерь? Детский. Детский лагерь. В детском лагере вы были. Ну, а почему там-то? Ну, вы. Сто. Рожа. Сто рож. Сторож. Вы. Вы работаете сторожем в детском лагере. Ну, понятно, боже мой. Ну, и с кем вы там были? С девушкой. С женой. И с тещей. Интересно. Так, и что теща попросила вас насобирать камушков в речке. Вот это семейка моя дорогая. И вы. Зашли в речку. Вышли обратно. Так. И пошли гулять. Гуляете, ходите. Смотрите на просторы, любуетесь. Жизнерадостно ходите. Так, я понял. Так, я понял. И что? Начали грести. Загребать. Загребаем. Так. И что? Идете, значит, вы. И вдруг видите. Рыба. Рыба с грудью. Русалка. Вы увидели русалку. Так. А рядом крепыш. Вообще богатырь. Тридцать три богатыря и русалку вы увидели. Так, понятно. И что? Поздоровались с ними? Ну, потусовались, короче. Так, я понял. Видимо, какая-то у них была тусовка. Я понял. А-а-а-а. Стоп, голубчик. Стоп. Я все понял. Они мухоморов объелись. Пропишите-ка ему недельный курс-то вигила. И пусть отдыхает. Не за что, голубчик. Не за что. Говорит, понравились вы его очень. На жену его похоже. Доктор, как вы здорово поняли, что он говорит. Ну, почему вы просто не попросили его написать это на бумаге? Голубушка моя, да потому что мы, врачи, не ищем легких путей. Мы ищем пути в легких. Главдия Ивановна, ты что ли? Ха-ха-ха! Я? Клопайшу. Потерялся, гаденыш, а? Я думал, огород какой-то. Вокруг рассада, а в середине чучело. И что смешного-то? Ну, что ты говоришь такое, а? Рассаду вон на дачу везу. Ой-ой-ой. Как это у нас странно у тебя рассада. Ничего страшного. Что из нее вырастет-то? Здравствуйте, приехали. Вот, пожалуйста. Ну, что такого-то? Скрестила. Скрестила перец с крыжовником. Да, жрать вообще невозможно. Ну, понятно. Ага, ну, зато воровать перестали. Перестали мы. Висит красивый такой, невкусный. Пержовник назвала. Да ты что? Нет, Лав, ты, конечно, Мичурин сидела. Я Мичурин. Ну, извини, пожалуйста. Я еще с того раза не могу отойти после твоих этих, как их, кабачкофелей. Мой, больше не сажаю. Больше не сажаю. У меня теперь другая тема. Померцы. Померцы? Да. Это что такое? Скрестила помидоры и окурцы. А что не назвала угудоры? Ядовитые получились. Поэтому померцы. Вот еще, думаю, свекровь сажать надо. Ты чего? Свеклу с морковью, что ли, скрестила? Да какую свеклу? Свекровь свою хочу суток на 15 посадить за то, что она мне все грядки потоптала. Что у тебя там топтать-то, грядки потоптала? А что, думаешь, ничего не растет, что ли? Ну, а что не растет? А вот это что, не видишь, что ли? Попробуй, пробуй. Ну. 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 Ну, что это такое? Ну, волчья ягодка. Фу, ты чохнута, что ли? А я ем. Я больше ем. Да ты все подряд ешь, Клав. Я вообще считаю, что ты не то на даче выращивала. Да здрасте, приехали. Я вообще считаю, что на даче надо внуков выращивать. А что, удобно, не поливать не надо, нет, как его, обвязывать. Правда, окучивать надо с полгода, чтобы они на даче приехали. Это да. А то во всем, он, говорят, дети, дети. Ага. Что дети? Была бы моя воля, я бы только внуков родила, и все. Монька, это ты прям загнул, я не знаю. Ну, а что загнул, Клав? Внуки у него в тысячу раз лучше детей. Кстати, знаешь почему? Почему? Потому что все самое лучшее через поколение передается. Ааа. Вот что. Вот что. Что-то я не поняла. Ты про квартиру, что ли? Да при чем тут квартира-то? Я говорю, внуки-то лучше детей в сто раз. Я внуков, например, попрошу. Они раз на дачу ко мне приехали. И еще на все лето раз задержались. Ну так-то, да. А дети нет. Я сколько себя помню, мои дети всегда от меня так уезжали. К матери моей в деревню. Ну да, ну да, у меня тоже самое. Ой, кстати, ты знаешь почему внуков больше, чем детей любят? Почему? А я тебе скажу. Потому что внуков ждать дольше. Ааа. Да, детей-то чего ждать, Клав? Девять месяцев, и вот он тебе. А тут нет, по двадцать, по тридцать лет ждут. Да, дети и внуки, они как выходные и отпуск. Это почему? Ну, потому что детей ждешь, а внуков требуешь. А, да, да, да. А знаешь, что объединяет детей и внуков? Нет. Я тебе скажу. Они своих тещ не любят. Да ладно тебе. Да, да, да. Вот смотри, смотри. Вот сейчас. Вот гляди, Клав. Вот посмотри. Прошу тебе. Посмотри, Клав. Мама! Ау! Мам! Людмила Николаевна! Ой, Коль, ну где же она приземлилась? Подожди, подожди. Чего? Кажется, мы ее нашли. Гляди, какая тень огромная. Вон она, мама твоя. Мама! Да на дереве! Сразу можно было догадаться, что она на этом дереве-то, а? Ой, Коль, кошмар, как высоко. Да, вон видишь, все деревья-то шатаются от ветра, а это нет. Коля! Думай давай, как теперь доставать ее оттуда. А мы же не будем. Мы же отдохнем нормально, Ларис. Коля, она все слышит, дурак. Да я уже в первую брачную ночь понял, что она все слышит. Коля, думай давай лучше, как доставать ее оттуда будем. Смешно получается, да, Ларис? Она меня во второй день достала. А я ее на пятый доставать буду. Черкасов, сделай уже что-нибудь. Людмила Николаевна! Вы пока висите, вы по сторонам-то смотрите. Мы на обзорной экскурсии сэкономим. Я вообще не знаю. Я просто не знаю, как ты уговорил ее прыгать с этим парашютом. Да легко, Ларис, легко. Я ей сказал, что прыжок с парашютом входит в алл-инклюзев. На секунду отвернулся, поворачиваюсь, а она уже в парашюте стоит и улыбается. Голубушка, блин. Коль, ну и что теперь делать? Что делать, что делать? Пятошок, у тебя дома ружье есть? Есть, Винни, есть. Давай, неси. Будем тучку сбивать. Черкасов, тебе не стыдно так говорить, когда моя бедная мама там висит? О, кстати, Ларис, отгадай загадку. Висит груша, нельзя скушать. Нельзя выпить, нельзя с друзьями нормально встретиться, пообщаться. Нельзя с женой вдвоем побыть. Что это? Я так и знала, что все так плохо закончится. Отошла! Лариска, отошла! Мама! Ё-моё, а? Ларис, как думаешь, а? Выдержит вековое дерево полувековую женщину? Коля! Мама! Мам! Коль, она не слышит. Не слышит. Старая ведьма! Дурак. Правда, не слышит. Но по губам четко читает, а? И главное, символично как, а? Белые тапки надела. Коль, это еще хорошо, что так все закончилось, что ее на дерево замесло. Могло быть все гораздо хуже. Да, конечно, могло быть гораздо хуже. Лариса, ее ведь когда с самолета-то выбросили, у Турции ПВО сработало. Да, я тебе говорю, они в воздух два истребителя подняли. Те к ней подлетели, поржали и обратно улетели. Коль, ну и что теперь делать? Давай позовем кого-нибудь. Да ну конечно надо кого-нибудь позвать. Чего мы вдвоем торжем? Дурак. Я серьезно. Смотри, смотри. А ты говорил, медведи не умеют лазать по деревьям. Гони сотку. Коля, спроси вот этих ребят, пусть помогут ее снять. О, ребят, кстати, снимите меня, пожалуйста, чтобы вот она у меня как будто на ладошке. Коля, ребята, Коль. Ребята, сходите, пожалуйста, в парашютную школу. У нас тут ЧП произошло. Скажите там, женщина на дерево приземлилась. Ха, все-таки человек. Давай сюда. Черкасов, ну что ты стоишь? Ну сделай что-нибудь. Людмила Николаевна, мы вас снимем с одним условием, что вы переедете от нас жить. Коля, она кивает, Коль. Пусть поклянется. Да ладно, прекрати. Все равно снимать ее надо. Тем более у нее кошелек. Ларис, ну почему кошелек-то у нее? Черт. Ну, Коль, ну что? Людмила Николаевна, я готов. Я поймаю. Кидайте кошелек, Черкасов. Если ты сейчас не снимешь мою маму, я от тебя уйду, понятно? Да ты что? А куда? К маме? Коля! Ладно, ладно, лезу, видишь. Так, лесоохранная служба. Кошмар. Так, что делаем здесь? Ничего, вот просто с женой стоим, смотрим. Здрасте. Просто они смотрят. Вообще-то здесь заповедник. Да вы что? Кошмар. Кошмар, Коль. А этому дубу 300 лет. А почему такая большая тень? А вы не знаете, да, сегодня же солнечное затмение. Да что вы говорите? Да, Коль. Да, мужчина, да, объявили там пару-пару. Да? Солнечное затмение сегодня, говорит, да, мы верим. А где? Не надо наверх смотреть, глаза испортите. С этим дубом надо поосторожнее. Да, вы что? Да, если что-то поломаете, штраф будете платить 300 тысяч рублей. Ой, кошмар. Ой, вот это спасибо вам огромное, что предупредили. Так, это что такое? Вот падла. Кто? Я говорю, вон, панда. Какое все-таки умное животное, а? Про штраф услышала и сразу на березу перепрыгнула. Ой, дурак, ой, дурак. А это точно панда? Да точно говорю, панда, панда. Странная какая-то панда. Да нормальная, обыкновенная панда. Сидит на дереве, листву жрет. Не, ну для панды это нормально. Для человека странно. Надо ее снять. Я пойду за ружьем сбегаю и патроны возьму со снотворным. Ой, подождите, она так не свалится? Ну что вы, она же панда. Нет, нет, так нельзя. Ей снотворная ни в коем случае. У нее же гипертония. Коля! Да, несите сразу боевые. Да, Коля! Слушай, скажи ему уже правду. Ладно. В общем, мы поженились только потому, что она залетела. Да не это, дурак! Послушайте, мы всей семьей прыгали с парашютом. И вот моя мама, она приземлилась вот на это дерево. Мама! Ой, здравствуйте! 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 Я директор парашютной школы. Извиняюсь за причиненные неудобства. Сейчас мы снимем вашу маму. А в качестве компенсации вот вам бесплатный сертификат на полет на параплане. Ты гляди, что делает, а? Слезает. Мама! Людмила Николаевна, ну нельзя же так халяву-то любить. Мама!